Но я еще раз напомню, что сегодня наша студия находится в самом необычном, можно сказать, месте. Мы размещаемся на крыше жилого комплекса «Альфа», благодаря которому наш эфир имеет сегодня такой прекрасный вид. Нужно отметить, что это 16 этаж. А вот вчера мы, кстати говоря, с этого 16 этажа выйти не смогли, потому что была гроза. И не только она сорвала, не только у нас она сорвала планы, но и у некоторых других горожан, на которых упали деревья. Ну, надо сказать сразу, никто не пострадал. Это я несколько гиперболизировал ситуацию. Немножко ты преувеличил, Саша, действительно. В эти выходные, если отметить, было штормовое предупреждение, которое себя оправдало, из-за чего 15 деревьев было повалено. Это, кстати говоря, штрих к портрету. Очень многие горожане очень бурно реагируют на то, что срубают деревья. Далеко не всегда срубленные деревья – это плохо, потому что многие из них оказываются старыми, гнилыми изнутри. Поэтому, дорогие друзья, давайте более внимательно относиться друг к другу и к замечаниям специальных служб, которые уполномочены делать заключение по поводу деревьев. Это касается, кстати, в частности и деревьев, которые растут в парках. Мы много кричим о том, что, дескать, вот, срубают. Но иногда это необходимо, в первую очередь, ради безопасности. Но иногда стоит отметить, что из дерева делают настоящие произведения искусства или даже делают очень важные и полезные места. Да, у нас в парках появляются новые скамейки. Без деревьев, к сожалению, такого бы, наверное, не было. Металлические скамейки сегодня не очень пользуются популярностью. Но о том, как и где появляются скамейки, расскажет наш корреспондент в своем сюжете. Круглые, квадратные, продолговатые – и все это о лавочках. За последнее время на улицах столицы их число заметно выросло. Но почему планировщик отдал предпочтение дереву, а не металлу, мы задумываемся редко, ведь это целая наука. Дело в том, что это, на самом деле, одна большая скамья, порядка 39 метров. Она тоже выполнена из лиственницы. Суть ее заключается в том, что есть вот эта вот огромная такая променадная улица, по которой постоянно есть лесской трафик. То есть люди ходят, постоянно циркулируют, и при возможности они всегда могут присесть. Это важно, потому что в городе очень мало мест. Эко-стиль – одна из главных тенденций современной архитектуры. Поэтому это направление так часто можно узнать в дизайне городских парков и скверов. Объекты изготовлены преимущественно из натуральных материалов – дерево, камень. Допускаются и различные сплавы. Идея была такая, чтобы сделать такую массивную скамейку, и как будто она сделана из массива дерева. Такое квадратное сечение у нее. Лиственница сама по себе очень хороший материал. Она очень долго держит. И внешние нагрузки, погодные условия. Мало кто задумывается, но удобные и привычные деревянные конструкции проходят не один этап подготовки перед тем, как украсить собой улицу, двор или дом. Изготовление деревянных изделий – достаточно трудоемкий процесс. Например, на создание такой лестницы уходит 2-3 месяца. Первоначальный этап – обработка древесины из такой доски. Получается опорный столб. Андрей работает столяром 24 года. С делом всей жизни познакомился случайно. Друг привел посмотреть, как собирают стулья, спальни, гардеробные. Тогда он и решил, что держать в руке рубанок – это его. Работа по дереву для мастера – особый вид искусства. Правда, себя он называет сапожником без сапог, потому что для своего дома мебель изготавливает редко. На этом этапе, глядя на деталь, сложно догадаться, частью какого предмета она станет впоследствии. Это массив ясеня. Это заготовка под склейку ступенек. То есть это будущие ступеньки? Это будущие ступеньки, да. Вот тут уже видите поклеенные ступеньки. Это тоже массив ясеня. Вот это будет лестница. После того, как предмет полностью готов, его отправляют на лакировку. Это завершительный этап перед тем, как изделие будет передано заказчику. После того, как сам возьмешь в руки инструменты, что-то попытаешься сделать, становится понятно, почему мебель такая дорогая. Ольга Литвиненко, Максим Турчев. Утро нового дня.